Итак, переменные. Переменные в C-Sharp, в принципе, очень схожи с переменами в других языках, например, Java, C++ и прочие. Но, например, единственным таким вот, возможно, важным отличием является такой тип переменной, как var. И первым типом мы как раз его и рассмотрим. Это очень простой тип, но он очень-очень плохой, если вы используете его именно в вашем коде. Я объясню попозже, почему он плохой, но давайте для начала мы его посмотрим, что он делает. Например, если написать varNum и закрыть эту строчку, как вы, я уже думаю, знаете, все строчки не закрываются точкой с запятой. Это говорит о том, что строка закончена. Если вот так вот написать varNum, а потом присвоить этой переменной значение 10, то такая запись будет считаться неправильной. И вот если мы даже поставим сюда вот курсор, наведем, то, как мы видим, у нас появляется знак вопроса и нам. То есть, эта переменная имеет неизвестный тип. То есть, типы могут какие быть? Это int, целочисленный какой-то тип, да, там 1, 2, 3, 4, 5. Это float, то есть, с точкой, например, 1, 24, 1, 55, ну и прочее, да, там 100, 53, ну, 100, 53 сотых. Это может быть bool, то есть, true или false, это может быть строка, это может быть один какой-то символ, ну и есть там еще вообще много этих типов, мы их рассмотрим в этом уроке. Но я имею в виду что? Что var, он вот здесь в нашем случае не определен. Почему? Потому что, если мы пишем var, то нам необходимо сразу же и задать этой переменной какое-либо значение. Например, мы записываем, что нам у нас равна 10, вот это мы можем удалить, тогда у нас все правильно. То есть, как бы нам, это int, целочисленная переменная, и, в принципе, мы можем уже тогда с ней работать. Но, если мы ничего не указываем здесь, это становится неправильной записью. Вот, то есть, почему var считается плохо использовать var? Потому что в коде мы потом можем не понять, ну, к какому типу относится конкретная вот эта переменная. И потом, если мы вот забудем просто хоть где-либо вот дописать вот, присвоить значение изначально переменной, то потом мы, в принципе, будем получать ошибки и не понимать откуда они, ну и, в общем-то, я думаю, это плохо. Вот, так, к чему я все это веду? К тому, что var лучше не использовать. Лучше использовать изначально уже присвоение типа для переменной. Например, мы хотим, чтобы нам было каким-то целым числом. Значит, мы можем использовать тип integer, либо int, ну, записывается он как int. Int, и теперь мы можем, например, здесь присвоить нам 10. Как видите, мы нажмем, мы, вернее, наведем на нам, и у нас уже нету знака вопроса, у нас появляется int, нам, ну, а вот значение этому будет 10. То есть, теперь у нас все правильно, и код намного лучше, потому что, действительно, мы знаем, что нам это у нас именно integer, целая численная переменная. Мы можем, конечно, и так присваивать. Вот, и у нас все верно работает. Давайте разберем некоторые типы. Кроме int существует такой еще тип, как uint. Это как бы, это тот же int, только если int может принимать значение минус 10, например, то uint не может принимать значение с минусом. Например, я напишу минус 10, и в принципе, в принципе, это будет неверно. Когда мы будем компилировать это все, это будет неверно. Сейчас он не выдает ошибки. Может, так вот, упс. Так выдаст ошибку. Нет, так тоже не выдает ошибку, но, в принципе, это неверно. То есть, uint – это только те целые числа, которые больше, чем 0. Поэтому 10 он будет нормально воспринимать. Потом есть float. Float – это тип с плавающей точкой. Например, напишем как f, и 1.23, например, напишем. Такая запись будет неверной. Почему? Потому что мы должны указать, что это число является типом float. И хоть мы здесь вроде это указали, но этого недостаточно. Мы в конце для каждого float должны добавлять также еще буквочку f, которая говорит нам о том, что это число является float. Таким образом, вот так вот будет корректно. Дальше существует тип bool. bool принимает, boolevая переменная принимает значение либо true, либо false, либо 0, либо 1. И, например, напишем ее как boolean, и, например, зададим ей значение true, либо можем задать ей значение false. В принципе, в основном они используются для каких-то условных операторов. Например, если boolean равняется true, значит мы можем выполнить такое-то действие. Если false, значит мы можем такое-то действие выполнить. Это, в общем-то, самое частое их применение. Дальше это строка, string, например, name. И здесь мы можем указать имя. То есть строка это просто набор, это как бы массив символов. То есть это первый символ, второй, третий, четвертый, то есть это массив символов. Но, проще говоря, это просто строка. Дальше существует char. Чем он отличается от string? Тем, что char это одна какая-то буква всего лишь. Например, в 16-битной, кстати, системе. Например, g. Там еще есть некоторые типы. В принципе, short, которые, например, нам это огромный диапазон имеет чисел. Там что-то до 20. Я даже не помню этот диапазон, но он там гигантский. Можете записать несколько миллиардов в нам. Вот сюда вот дописать кучу нулей. И оно будет нормально работать. Вот short, например, уже намного меньшее число. В принципе, вы эти все типы можете найти. Но суть не в этом. Суть в том, как использовать все эти перемены в языке C-sharp. А их использовать достаточно просто. Например, мы опять-таки возьмем console. WriteLine. И здесь мы, например, выведем нашу num. Упс. Num. Вот. И просто запустим нашу программку. У нас тут ошибочка. И просто я немножко забыл. Ну, вернее, не забыл. А типы char надо использовать для них одинарные кавычки. Не двойные, а одинарные. Таким образом, мы указываем, что это именно символ в 16-битной системе. И тогда все у нас сработает. Опять-таки, запускаем наш проект. И, как вы видите, тут очень много ошибок выдалось. Но это не ошибки, это предупреждения. Я сейчас о них расскажу. Но главное, у нас вот наша переменная, как бы она вывелась. Верно? Вот. По поводу вот этих предупреждений. Что здесь пишется? Это то, что вот у нас здесь очень много различных переменных есть. Правильно? Вот все они, кроме нам. И все эти переменные, как бы, мы нигде не используем. И об этом нам и пишут. Что вы присвоили значение для переменной n тип g, но вы нигде ее в дальнейшем не используете. Типа, зачем ее вообще тогда вы создавали? Вот. А вот нам мы использовали, и поэтому для нее нет никаких ошибок. Но, как вы понимаете, если вот такие ошибки вылезают, вот именно треугольнички. То есть, вот когда мы... Опять, давайте я вам еще раз покажу. Когда мы... Грубая ошибка будет, то появится не треугольничек, а вот конкретные... Давайте... А вот конкретный такой красный хрестик, да, например. Что вот это конкретная ошибка, при которой мы даже не можем скомплить ошибки, как... Как треугольнички, оранжевого цвета, то это нормально, это в принципе просто предупреждение. Вот. И, наконец, давайте сделаем еще некое подобие калькулятора. Просто чтобы в этом немножко, в этих всех переменах немножко лучше разобраться. Давайте, наверное, я удалю все эти штуки. Вот. Да, 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 удалить. Оставлю нам значение, я ему никакого не буду добавлять. И через запятую, ведь так можно добавлять переменные, добавлю еще один int, который будет нам один. Ну, то есть второй там типа нам. Вот. Дальше мы, ну, как я сказал, будем делать некое подобие калькулятора. Значит, мы в console.rightline пишем Enter. Введите. Enter first. Нам. Введите первое число. Вот. После чего мы пишем console. И как мы в прошлом уроке разбирали, read key. То есть мы считываем какой-то символ, который ведет пользователь. Вот. Но смотрите. Ну, давайте так еще. Считываем этот символ и записываем его в переменную нам. То есть то, что ведет пользователь, будет записано в переменную нам. Но смотрите, в чем проблемка. Дело в том, что если сейчас я запущу эту программку, ничего не сработает, выбьется ошибка. Почему? Потому что console.read key считывает, даже если мы введем 1, или 2, или 3, или 4, это будет все равно строка. То есть, как бы переменная, которая вот таким вот образом, например, будет записана. Это будет строка. И с такой штукой мы никак не сможем сделать там добавление, там умножение и прочее. Потому что это строка. Нам нужно именно, чтобы это было число, без кавычек. Тогда мы можем это умножать, добавлять и прочее. Вот. Для того, чтобы перевести вот этот вот, ну, то, что ведет пользователь, перевести к типу int, мы делаем такую штуку. Мы пишем convert. То есть, опять-таки, мы используем, видите, опять используем класс convert. В нем мы используем такой метод, как to, неправильно, изначально написал, toint32. То есть, как бы мы переводим тип к целочисленному типу. Вот. Дальше. Дальше мы, опять-таки, можем вот это все скопировать. Ведь нам надо два числа. Enter second. Second. Вот. Нам. Нам. И, поскольку у нас они будут в одну строчку складываться, если вот мы никаких, прям, если мы никаких пропусков строк не делаем, да, то они у нас будут, все это будет выписываться как бы в одну строчку. Это не совсем прикольно. Давайте мы немножко их разделим строками. То есть, поставим здесь backslash n. И это уже будет одна строка пропуска. Вот. Вводим второй номер, значит, read key, только уже здесь переменную не первую, нашу переменную не в нам, а уже в нам один. В нам, да, что такое? Сейчас. Вот. В нам один. И то же самое делаем. То есть, мы конвертируем это в целочисленный тип и считываем то, что пользователь ведет. И последнее, что мы делаем, это опять-таки console. Write line. И выводим result is. И здесь мы, да, вот это еще один плюс. Здесь мы можем как? Мы можем выводить таким вот образом. Мы можем писать строку, и чтобы присоединить к строке еще какой-либо символ, ну, вернее, не символ, а, например, еще какую-то строку добавить, либо переменную какую-то добавить, мы используем знак плюс. Вот. Таким образом мы можем слаживать строки. Либо, ну да, слаживать строки, в общем-то. Вот. И здесь мы используем нам один. Так вот мы сейчас в кавычках это все запишем. Нам один плюс, что такое? Плюс нам один. Ну, вернее, нам плюс нам один. И, в общем-то, и все. Вот это должно вывести нам результат. Дат является сложение двух вот этих чисел, которые ввел пользователь. И вроде все уже должно сработать. Но, на самом деле, оно не сработает. Почему? Я чуть дальше расскажу. А сейчас еще кое-одну штучку добавим. Console.readKey. Потому что у некоторых может это не сработать. Поэтому предлагаю вам дописывать дополнительное ReadKey. Вот это Console.readKey. Чтобы консоль у вас точно не закрывалась. Давайте я запущу это и посмотрим. Что тут? Это я, походу, стер случайно. Поэтому, как бы кавычки не было, да? Поэтому оно не срабатывало. Что такое? У нас выбилась небольшая ошибка. И это моя вина. Дело в том, что мы же хотим считать не один символ, да? А я что-то один написал. ReadKey – это один символ считывает. Мы хотим считать, ну, вдруг пользователь захочет ввести, например, 5 миллионов, 256 тысяч, ну и что-то там дальше. Вот. Значит, нам нужно ReadLine. То есть, считать строку. Много символа считать. Поэтому мы вместо Console.readKey мы пишем ReadLine. Вот. А тут все так же оставляем. Кстати, забыл добавить. Почему toInt32? Это просто как бы длина. Ну, как вот, например, мы имеем различные типы переменных, да? Так и int имеет различные типы. То есть, это как бы длина, насколько длинным будет наше число. Вот. ToInt32 является стандартом, то есть, по умолчанию как бы идет. Вот. Поэтому мы, в принципе, к нему и будем приводить наш int. Ну, наше число. Вот. И здесь допишу я также еще нам плюс нам один toString. Почему? Потому что эта функция, она приводит числа к тому, что они становятся строкой. Вот. И как раз в WriteLine нам необходимо использовать строки. Хотя здесь можно и использовать, и можно не записывать вот это вообще все toString. Оно и так выведет нормально. Но я все-таки запишу еще toString. Почему? Потому что, ну, просто так более правильно будет. Оно все-таки будет выводить именно строки. Ну, в общем-то, просто чтобы вы еще дополнительно знали, что существует такая вот функция, как toString, которая приводит некие элементы к строковым элементам. Теперь все. Теперь запускаем нашу программу. Вот. Открылась консоль. Видите, первое число. Я, например, ввожу 23. Второе, например, 45. Нажимаем Enter. Enter. И у нас появляется результат 68. Вот. И консоль не закрывается, потому что мы написали Console Read Key. Вот. Так. Еще что вводим. Закрываем. Вот. На этом все. Вот такой вот небольшой калькулятор мы построили, в принципе, и выучили переменные. С переменами мы еще очень много будем работать, поэтому не заморачивайтесь, если что-то не поняли, так как в дальнейшем вы 100% еще с переменными все и все полностью поймете. На этом все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки в описании, и до скорых встреч. Пока.